Всем привет, друзья! С вами Realize! Наконец-таки в Hustle Castle ожидается какое-то событие, и это, конечно же, греет душу как игрокам, так и мне, потому что вокруг моего канала образовался такой слух, что я якобы ушел из Hustle Castle, меня купили разработчики проекта Caribbean Cats, и я якобы пытаюсь рекламировать только их. На самом деле все далеко не так. Я действительно сейчас не играю в Hustle Castle, только по той причине, потому что мне все надоело. Я не хочу ходить в подземелья, я почти распустил весь свой клан, соответственно, я не хожу на клановую войну, бухта самоцветов мне, в принципе, никогда не была интересна, и арена мне надоела приблизительно за неделю, пока я копил себе на броню со стазисом. И, соответственно, я и мой канал находимся в таком режиме ожидания. Я жду, когда будет какое-то событие, либо обновление в Hustle Castle, плюс ко всему, жду проект Папаша, жду Диабло, и все это время мне необходимо что-то снимать, как-то подогревать своих подписчиков. Понятное дело, что не каждому понравятся те проекты, которые я снимаю, но, тем не менее, такие люди все-таки есть. И я ни в коем случае не ушел из Hustle Castle. Ролики будут выходить, как только что-то появится интересное, как, например, информация, которую нам подкинули разработчики вчера. Во-первых, меня очень сильно радует, что администрация официальной группы Hustle Castle ВКонтакте хоть как-то стала отвечать на вопросы своих подписчиков, потому что раньше это был полнейший игнор. Так плюс ко всему, они еще и подкинули нам вчера некую пасхалку, где написали только «никому не говорите». Внимательные люди начали разбирать эту пасхалку и писать свое мнение в комментариях. Конечно же, я не владею никакой информацией о будущем обновления, потому что там, где мы раньше проверяли с Романом, сейчас никакой новой информации нету. И сегодня я хотел бы рассказать вам свое мнение, отталкиваясь, так сказать, от этой пасхалки. Самое первое, что нам бросается в глаза, это, конечно же, граф. Все прекрасно знают, что если приходит граф, то значит будет какое-то событие. А значит, вариант с тем, что это какое-то обновление, он должен просто отлететь. Сто процентов это будет какое-то событие. А вот какое именно, это, конечно же, остается загадкой, и пока его не запустят, мы никогда точно не узнаем. Но это сто процентов не Октоберфест. Во-первых, не вовремя, то есть пока что еще рано для этого события, а во-вторых, он не одет под эту тематику. Для тех, кто знает, что такое Октоберфест, оно связано с пивом, с такими карнавальными вещами, с цилиндрами, соответственно, это не Октоберфест. Второе, на что я обратил внимание и многие подписчики, это сундук, взятый с подземелья. И начали все думать, что событие каким-то образом связано с подземельем. Давайте мы об этом немножечко порассуждаем. Во-первых, подземелье доступно, начиная с девятого тронного зала. И, соответственно, никогда разработчики не будут запускать события, которые связаны только с девятым и десятом ТЗ. Потому что, как минимум, они потеряют в донате. Очень много игроков, которые еще не докачались до девятого ТЗ, и они готовы донатить огромные деньги. И представляете, что будет, если запустится событие, в котором нельзя им участвовать, потому что у них всего лишь девятый ТЗ. Конечно, вы мне можете ответить, что Realize, а как же герои подземелья? Ведь они также наплевали на всех, кто ниже. Но, во-первых, это не было событием. Это было обновление. Но раз мы видим Грава, соответственно, это событие. Так почему же они показали нам сундук с подземельем? Если мы вспомним любое событие, которое было в игре, так или иначе, мы постоянно фармим какую-то валюту. И эту валюту мы фармим либо в бухте самоцветов, либо в портале, либо в подземелье. Также на арене. И, соответственно, может быть, этот сундук просто связывает нас с подземельем. То есть, мы что-то будем фармить в подземелье. Это вот первый вариант. И второй, более правдивый вариант, это то, что сундук является наградой. Так же, как, например, и какой-то сундук с орлом. То есть, эти два сундука просто вы получаете, выполнив какое-то задание, либо по шкале достижения. Вы забираете эти сундуки. Вот этот вариант, я думаю, более реален. Судя по тому, что граф в основном одевается смешно, то в этот раз он одет в такие прям доспехи. Но, обратите внимание, здесь у него мечи. На груди у него тоже мечи. И он якобы какой-то гладиатор. И, возможно, событие так или иначе будет связано. Именно вот прям нужно будет воевать либо друг с другом, либо на арене. То есть, похоже на какое-то состязание. Все это, конечно, мое предположение. Что же касательно, когда именно запустят данное событие, то, если мы будем рассматривать это как обычное событие, никогда его не запускали под портал. Потому что, если есть возможность что-то заработать для события в портале, соответственно, никто запускать это не будет. Но, поскольку у нас сегодня только среда, и если это обновление успеют затестить до пятницы, то, возможно, прямо вместе с порталом запустится данное событие. Но, конечно же, это маловероятно. Это, друзья, максимум, который я могу выжить с этой картинки. И это чисто мое мнение. Если бы я владел больше информацией, я бы обязательно вам об этом сообщил. Поэтому все ждем события. Следите за новостями. Увидимся с вами в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи. Всем пока.